ДОТА-2 Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только ДОТА на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Dota SLTV Ну что, возвращаемся мы с вами в нашу студию. Здесь в Киберарене. Концовку прошлого матча вы, к сожалению, не увидели. Мы вам только можем сказать, но вы уже видите у нас здесь на табло, что ревенш. Матч до победного конца довели. В принципе, без каких-то особых проблем. Ну, как-то я не знаю. Про эту игру тут, в принципе, я не знаю. Мы, наверное, больше ничего тут не скажем. Мы просто будем прыгать уже в следующий матч. В матч между командами Nowhere Spirit и бразильской командой CNB. Но что он уже начался. И будем очень надеяться, что мы этот матч сможем посмотреть. Посмотреть. В отличие от матча прошлого, который нам помогли не досмотреть, скажем так. Некоторые люди. Дай им Бог здоровья за это. Ну что, Nowhere Spirit против CNB. Nowhere Spirit или Ban Air, называйте как хотите. Гуди, Брикс, Релик, Халфрайт, Эйдролл и Нейв. Против них Нед, Тава, Фурдьер, Бага и Кинг Диер. CNB мне более, скажем так, близки и известны. Потому что я их комментировал. Ну, не знаю, матчи, наверное. Ну, с 10 точно комментировал. Да и начали они здесь. С победы, я не знаю, есть ли у нас возможность посмотреть турнировую таблицу. Которые уже у нас как-то, уже есть кое-какие результаты. Ну, в любом случае, CNB свой первый матч выиграли. Это мы точно знаем. Также добавить то, что они выиграли его довольно уверенно. Буквально у них там был скриншот, что они за... Ну, в один момент снесли одновременно три стороны. Что-то такого рода. И сейчас они продолжают выступать в лучшей форме. Играли они против топ-5, по-моему, да. В свой первый матч играли они против топ-5. Победили они, ну, действительно, без вариантов. Так что, вот, CNB зарекомендовали уже себя как одни из фаворитов этих отборов. Ну, посмотрим, смогут ли они вот этот статус поддержать хотя бы до конца сегодняшнего дня. И их пики радуют, я хочу сказать. Инвокер Шидов... Вот сразу же. То, что надо просто. Ну, действительно, сюда уже добирают что угодно. Уже связка этих двух героев нравится, потому что помогает. Ну, и мы видим, что CNB инвокера брали трижды. Дважды выигрывали с ним. Ну, и так что умеют они на нем играть. Ну, и посмотрим, что будут добирать дальше. Ну, и вот... Товарищ Net на Шиду Дэймоне играл четырежды. То есть, ну, тут такой себе винрейт. Но, опять-таки, если мы говорим о винрейтах бразильцев, то, понятное дело, что им приходится соревноваться с ликвидами, с ЕГЭ постоянно на американских турнирах. И дается это им очень непросто, скажем так. Ну, и поэтому винрейты, наверное, не самые выдающиеся. Ни как у Альянса, там, под 80% на всех героях. Так что такое. Темпларка в первой стадии пика. Когда я такое видел в последний раз? Никогда. После второго интернешнала. Да, после второго интернешнала ее в какой-то момент брали. Но чтобы вот после этого, в первой стадии пика, просто сразу. Да, мы после второго интернешнала, помню, как Дэнди со скандалом у нас полгода стояли на меде. И уже думали, братан, ну все. Давай уже без этих героев начнем играть. Надоело этот темпларк, да, действительно. Да, это Na'Vi Empire весело было. Доксиры там были, что угодно. И вот здесь хочется отметить то, что почему команда пикает так. Потому что она понимает, она не может, да, как-то там, законтрить героями и все остальное. Так как их пул он слегка ограничен. Поэтому здесь у нас No Air Spirit будут брать именно то, чем они хорошо играют. Ну и отдача как пойдет. Поскольку я ее, допустим, вижу, ну, не так часто на нашей сцене. Ну да, согласен. Я ее тоже вижу не очень часто. Но вот мы видим, что добрали Чена No Air Spirit. Ну, агрессия. Пока хорошо. У ЦНБ нету ауи. У ЦНБ нету таких нюков, которые способны продавливать этот щит. И при этом у Чена есть за собой два ДПейсера, которые будут с руки наваливать. В ЦНБ нужно выигрывать early fight. Иметь какой-то проказ. Ну вот, учитывая, что есть Шадоу Демон, да, можно на Триплу добирать что-то, не знаю, со Станом, со Слоум и будет довольно весело. Ну, желательно, конечно, со Станом. Либо Кэри со Станом, либо сам Шадоу Демон. Ну, Сент Кинг Кентавр. Сент Кинг, вот. Сент Кинг Кентавр, действительно. Просто идеально. Можно даже в Триплу идти сложную и валить там, ой-ой-ой. Я вот еще добавлю то, что очень интересные баны у No Air Spirit. То есть мы видим, что ребята взяли Тимплаку вторым пиком и забанили они Веник и вот этот товарищ. То есть сбанил фактически все, чтобы ее не законтрили. Но, увы, в пуле еще достаточное количество героев, чтобы замочить ее. А Синби убирают агрессию. Ну, убирали агрессию это в виде B9 чаттерс, понимая, что они хотят как-то, видимо, обезопасить свой изи-лайн. И все равно No Air Spirit у нас отвечает. Синби сейчас понимает, что No Air Spirit с большой вероятностью не пойдут к ним в сложную, поскольку Чен. Чену в чужом лесу не так комфортно. Ну да, это не очень весело, поэтому против них пойти в сложную было бы неплохо. Против даблы. Ну, если у тебя будет брутальный триплайн, то да. Или же вариант номер два, ты пойдешь, возьмешь что-то нагренькое там. Что такое брутальный триплайн? Это то, что мы в прошлой игре видели. Это самое, да. Но это был на самом деле один из самых брутальных триплайн, по крайней мере, который я видел. То есть туда не хватало только Тайдхантера, потому что... Это было бы слишком бруто. Если бы они взяли действительно Тайдхантера вместо Эмбера, вот в том пике, просто было бы супер. Трипла бы у нас удалась. Да. Keeper of the Light от бразильцев. Похоже на фантом... уже похожи все предпосылки на фантом-лансеры. Синби Спорт делает безопасным пока свою триплу. То есть пикают они так, что No Air Spirit теперь ни при каких условиях не захотят пойти к ним в сложную. И No Air Spirit теперь им нужно нагреть. Вот мы видим связки. Связки у нас довольно интересные. Ни у одной связок нету винрейта даже больше, чем 50%. А вместе у них вообще ноль. И похоже на то, что Синби у нас использует заготовочку. Ну, значит, что-то знает. Ну, то есть ты уверен, что это будет фантом-лансер? Или, может быть, это Коттл... Коттл же у нас новый. Ну, в данном ключе я уверен, что это будет Коттл плюс сильный кэрри. А кто уже этот будет кэрри, неважно. Потому что сейчас Синби и Янспорт, они приняли позу дефа. То есть у них один-второй саппорт, они не делают вообще ничего ни в ганке, ни в экшене. Ну да, просто отбиваться, стоять на хэкграунде действительно можно. No Air Spirit это понимает, берут Тимбера. Сейчас Тимбер чувствует себя в шоколаде. Ты вот этими двумя саппортами никак его не убиваешь, никак ему стоять на лане не мешаешь. В итоге теперь у No Air Spirit легкое преимущество перед нашими товарищами из Бразилии. Теперь фактически все карты у нас на руках имеют у Синби, потому что они знают, куда пойдет Air Spirit. Они знают, кто пойдет в центр, в легкую и в сложную. И теперь нужно свой план стратегии выбирать. Связка довольно хорошая, вместе у нас Тимбер с Ченом орудует хорошо, как нам показывает экстримчик. И, ну, хочу добавить то, что пока у нас Тимбер терпит, то есть он хороший в 1 на 1, но слаб в 1 на 3, Чен пушает линии. Смотри, вот Нага, новая Нага, да, немножечко измененная Нага, которой порезали там, по-моему, минус армор Сриптайда, правильно? Или что ей там порезали толком? Или дэмэдж из Сриптайда? Дэмэдж. Сильно ли ее порезали? Не особо, это очень мало. Основная, ну, основной имбаланс, который у него был, это иллюзии, который бегает по всей карте и все убивает, и спидпушит, и вообще все что угодно делает. Ну, когда ты играешь просто не героем, а ее иллюзиями с определенными моментами. Да, то есть тебе этот тайдрип все равно не сильно влияет. Плюс ульта. То есть, да, ультимейт, который способен твою команду спасти в любой момент, или наоборот напасть и иницировать, то есть вот это вот, вот что главное. Ультимейт с кулдауном 60 секунд. То есть это, как, знаешь, ульталина или ульталиона. Ну да, только намного полезнее. И по всем, скажем так. Да, действительно, Нага очень крутой герой. Мы видим, что CNB явно планировали эту Нагу взять. Котел Шидов Демон Нага. Ну и вот, что будет делать Новор Спирит? Что Новор Спирит, как мы уже говорили, опять-таки сложно не поставить Тимбера, да? Сейчас что-то с Патмой поставят. А Наге нужно будет пофармить. Ну и Нага пойдет в легкую и будет спокойно себе фармить. Вот, прошу заметить, смотри какой бан Элдер Титана. То есть все мы знаем, что иллюзии Наги получают урон в процентах. И вот этот товарищ, он ее контрит. То есть Нага, пусть даже в 6 лотов, идут иллюзии. Титан пускает свою иллюзию. Стан ультимейт и он убивает все. То есть все падает в один момент. И, но Эр Спирит это понимает, зачем-то сами его и забанили. Ну вот и взяли Леона, который якобы должен им помогать. Который якобы должен быть вторым саппортом под Патмой. И какая польза с Леона, я не совсем понимаю. Типа, ну да, он 2 иллюзии убивает. Это плюс. Да, Хиггсом и Маноберном? Или не убивает, убивает же 2 иллюзии. Убивает. Убивает. Ну и это все? Это все его польза или что? Ну и еще Early Game. Как мы видим, Рубик забанен. То есть один из лучших саппортов под комбинацию с Ченом. Который может просто взять крипа и пойти убить. Сделать минус на любой другой карте. И поскольку у нас главные такие вот вояки убиваки. Вояк убивак нет. Ребята у нас взяли вот этого товарища. Но он в целом слаб. Слишком. Да. Ну и тут Клакверк. И у CNB пик в принципе мне нравится намного больше. В разы. Простой, легкий, да и к тому же лайтовый. Не надо ничего придумать. Не надо где-то активничать на линиях. Не надо действительно где-то там выдумывать какие-то невероятные драки. Можно просто спокойно ну делать свою работу. То есть просто идти и разламывать. То есть Клакверк у тебя стоит сложный. Там трипланы. Так оно сейчас и будет. А вот. Ноуэр Спирит там надо. Я вот даже не знаю что придумать с этой темпларкой мидии. Скорее под мой. Ну очень early game. Рассчитано все на очень early game. Посмотрим как дела у них пойдут собственно. В самой игре. Давайте смотреть матч. СНБ Бразилия против Nowhere Spirit. Это американцы. Баннер Спирит. Nowhere Spirit. Называйте как хотите. Ну пока нету Эр Спирита. Это наверное хорошо. Помню эту акцию перед этим. Вольво Give Dire Tide. Ноуэр Спирит. И так далее. Ну тогда все таки домоглись своего товарищи. Фанаты доты. Забанили Эр Спирита. Ну то есть не забанили а порезали Эр Спирита. Да. Но не порезали второго. То есть вторым парнем у нас пабликов недостаточно видимо наиграли. Поэтому. Да и недостаточно Феррари наубивал здесь в Киеве. Да. Только после того как Феррари сделал трипл килл одной кнопкой. Айсрох решил. Немножечко. Минус 20 урона. И они не умрут. Это очень важно. СНБ все равно делают довольно интересное решение. Они ставят Нагу в мид. Вау. Ну пока у нас пауза. Я вам как всегда напоминаю что в Dota 2 TV вы можете смотреть все матчи. Вот здесь вот. Видите прямо сейчас идет СНБ Nowhere Spirit. Тим Яхак против Топ 5. Шэдоу Взэпас против North American Rejects. И Зурус против Сники Никс Ассасинс. Эти все матчи вы можете смотреть. Ну и матчи которые уже закончились. Вы тоже можете посмотреть. Я так понимаю где то тут вот здесь. Ну собственно вот. Нет это вообще прошлое Интернешнл еще. Ну такое. Вы найдете если захотите. Я уверен. Вот оно Dota TV. Ну и Вольво как всегда знают. Что нашему зрителю надо. И призовой фонд уже 3 миллиона 826 тысяч долларов. Почему он не был таким когда ты его выигрывал. Да. Только сейчас они сделали блин этот компендиум. Гениальные Валвы. Ну что. Смотрим. Смотрим. Да. У нас мы едим Шэдоу Дем. Он убегает на нижнюю линию. Будет он я так понимаю как то помогать. Все таки. Или что это будет. Пока все что мы видим в ЦМБ. Они читают команду баннер. Они решают поставить защитный дабллайн. Его очень тяжело взять. Его не нахарасить. И все что им нужно сделать это иметь вижен. Они имеют вижен где бегает Чен. И каждый раз когда Чен делает попытку выхода. То они спокойно отходят. В то время как у нас инвокер получает фул экспу снизу. То есть тимберу против него сражаться не так легко. И при этом в миде Нага под шадоу демоном. То есть шадоу демон выходит прячет темпларку. Нага сеточка режем и иди сюда моя родная. Да и действительно не поможет тебе никакой рефракшен таких. Таких случаев. Ну пока что демона у нас снизу. Но он в любом случае перетянется на топ лейн. Я в этом на 100% уверен. Ну темпларочка в миде против Наги. В лесах понятное дело Чен. У Банерс пока вместе с Леоном в легкой линии стоит Патма. Против нее Клокверк. И Киперов Зелайт. Вот-вот-вот. Киперов Зелайт в интересной позиции стоит. Пока он не делает на линии вообще ничего. То есть стоит Клокверк махается с Мираной. Все хорошо. А он стоит и забирает экспу у него. Зачем он здесь нужен? Я не знаю. Может быть это какой-то план Капка. Но опять-таки задувать иллюминейтами по крипам не хочется. Потому что линия будет пушиться и Патме будет удобнее. Но он продолжает. Сейчас он начинает это делать. Вот. То есть. Когда Коттл делает так. Я не знаю. Зачем его взяли. Ну вот окей. Хорошо. Распушили. Несчастление. Что дальше? Сейчас умирает два крипа. И все. И что они будут делать под Тауэром? Смотрите как Миран добивает все остальное. Да. Больше ничего. Выход. Выход на Нагу. Выходит у нас Леон. Урсак лапает. Бьют Нагу. Нагу уходит. У Наги нет щитка. Очень много дэмэджа. И уходит. Ну и еще. Двух даже тычек не хватило. В любом случае у Леона был Хекс. Не было понятное дело второго уровня. Но все равно показывают сейчас Банерсу. Что они собираются вот так вот агрессивно играть. Забежали в чужой лес. Занимают здесь позицию. И как бы Наге сейчас должно быть. Немножечко неприятно. Что ее вот так вот выбежали. И начинают убивать. Прям на первом левеле. Как-то на своих саппортов что ли можно наехать. Типа. Почему мне не сказали. Хотя подожди. А Вижен же здесь был. Правильно? Они же вот так вот заходили. Под Вардом. Да. Их видели. И Нага что-то как-то еще и пошла в лес. Встряла. Ну такое. Я думаю что бразильцы как и мы не ожидали. Что саппорты Банерс пойдут в чужой лес. И вот это немножко может поменять. Саму игру. Что и инвокеру сейчас должно быть страшно. И Наге более-менее должно быть страшно. А здесь есть Кентавр. Здесь есть Леон. У которого скоро будет второй левел. И эти пацаны могут понапрягать все-таки. Если очень сильно захотят. Ну не знаю как оно будет. Пока они просто фармят чужой лес. И это получается у них просто отлично. Вдвоем. Всех держат в страхе. Фармят чужой лес. В миде фармит Ланая. Ну и на топе там Патма под Таваром. Да. Пока единственное что у нас выигрывается НБ. Это то что у нас Мирана кончается хилки. Но если она принесет себе пару фласочек и танк. То она будет стать 1 в 2. И это будет у нее происходить замечательно. То есть фактически у нас в центре и снизу играют 3 на 4. 3 на 4. При том что герои у Банерф очень сильные. То есть Чен и Templar Assassin с Тимбером. Кого увидят то сразу убьют. И Нага делает потрясающий мув. Она вместо того чтобы стоять на линии. И получать крипов начинает делать разведку. Гоин посылает иллюзии в лес. И сама идет туда что самое главное. И в этот самый момент я думаю в мире радуется одна Ланая. Которая сейчас стоит и думает ну окей. Саппорты и так выигрывают кучу времени. У саппортов и так все очень хорошо. И плюс к тому же еще они мало то что они напрягают нижнюю линию. Фармят лес. Они еще и Нагу отвлекают. Я не знаю уже сколько времени. Крипсат 19 на 8 у Ланая. В то время как у Наги 9 на 2. Отличное просто начало для команды Banner Spirit. И по итогу у нас выходит то что СНБ разменивают фарм. Они разменивают фарм Наги и инвокера на фарм Клокверка. Который пока у нас стоит сверху и чувствует себя довольно шикарно. Да чувствует себя шикарно. Но вот польза от нафармленного Клокверка. Так Патму на топе. Коками ударили ну и выживает Патма. Пытались как-то по таймингу на нее по серьезному напасть. Но вот Рокки там не было. И поэтому выживает здесь Патма. Добить ее не смогли. Если еще раз кто-то задует. Ну вот у него сейчас маны. Не есть уже мана. Мог бы пытаться как-то Патму задуть и убить ее. Но вот мы видим что-то опять таки не хотят. Не хотят здесь. СНБ. Какое-то сумбурное и странное начало матча скажу я. Непонятно пока... Ну непонятно некоторые мувы. Ланая. Миди. Хастай. Инвиз просто. Все что надо прям. Выход. Гонится за Нагой. У Наги нет сапога. Но два ТП. Сразу два ТП. И команда Банер уходит. Развели. Ну по сути да. Опять таки все четко делается. В итоге за счет одной хасты и одного инвиза мы видим не получается здесь пробить. Не получается кого-то поймать. Ну а ТПшки тратятся. Деньги тратятся. Ну и вот по итогу вот что мы видим такую небольшую вот фишечку. Наги сирены да. Несмотря на то что ее бегают и стараются убивать три героя. И буквально три минуты ей не дают фармить. Она все равно посылает свои иллюзии и забирает весь лес. То есть что ее нерфили что не нерфили. И это просто потрясающе. Малышка. Ну и мы знаем что она в лейте творить если надо. Ну точнее не она а ее иллюзии. И вообще рейдклик этого героя что творит. Чудеса он творит. 0-0 пять минут игры за нами. Пока в принципе какое-то преимущество кому-то не отдашь. 300 голды там 700 экспы разница. 300 голды там 700 экспы разница. Впереди баннер спирит. Но опять таки это немного. Мы не забываем про то что есть инвокер. Инвокер который у нас будет экзортный. Инвокер у которого будет летать санстрайки. Уже в кого-то кстати летал. Я не заметил в кого-то бросал Таво с нижней линии. Санстрайк. Но вот по кому-то он пытался уже попасть. Пытался уже кого-то убить. Не добил. Ну такое. В следующий раз может быть повезет. Может быть Патму опять таки на топе как-то попытаться поймать. После липа. Это Патма здесь. Ее всю игру бьют, 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 бьют. Она хилится, хилится. Но и Крипстат у нее скажем так не самый классный. Потому что 18 на 6 против Клакверка у которого 28 на 6. Ну Патма стоит одна. Пошел Смоуганг. Ну имеется тролль и имеется здесь Леон. Если выйдут в спину будет 100% фраг. Спалились. Спалились. Котел видит всю движуху. Будет ли Коги. Хекс поставили. Стрела залетает в... Ну проблемы огромные. Клакверка конечно. Проблема у Леона. А Леон падает. А кто первый? Кто первый? Патма первая. Патма первая сделала фраг. Ну вот Леон... А мог он там как-то не умереть? Ну мог попасть в Коги с Клакверком. По итогу его откинуло. Его бил Тауэр. И в итоге не повезло. Да. Еще и Котел там задул. В любом случае размен один в один сразу у нас произошел. Ферсблат забирает нас с Патма. Есть поезы. Есть банка пустая. Опять таки прибежал Котел задул. Котел забрал первый фраг со стороны команды CNB. Ну и вот стоит отметить первый удавшийся ганг от Чена. Вместе с Леоном. Ну и вот продолжая дальше не дубимать по поводу полезности Леона в этом пике. Потому что если сейчас при ганге он еще куда может быть там немножечко полезен. Что будет дальше я не знаю. Да. Пока для него игра не самым лучшим образом. Они вышли вдвоем. Они вышли с Маке с Ченом. Это нужно сто процентов забирать. И при этом размен произошел в один в один. То есть сейчас у нас пока вот происходят размены в один в один. Стоит фармит Нага. Причем фармит она довольно успешно. Ну Нага фармит лес по сути. А там там темпларка. Ну темпларка сильная. То есть она ей вообще не подойти к крипам не даст. Потому что рефракшн и все. И посмотрите как ей больно. Да. И Наге надо бежать. А темпларочки. А у темпларочки будет ли здесь даггер. Или будет я не знаю выходить в Яшу и так далее. Вот Брикс. Это мне интересно. Потому что мне очень нравятся темпларки. Которые покупают ранее даггера. И когда вот у нее появляется на девятой минуте там файзы даггер. Это настолько огромная проблема для соперника. Ну что для того же котла это смерть. То есть котел там просто умирает. Когда под него прыгает Ланайя. У которой левел ну не знаю какой там у нее сейчас восьмой. У нее когда будет даггер пусть будет там девятый левел. И ну что сделает котел слоная девятого левела. Абсолютно ничего. За что наверное сделает любой герой тут да. Четвертого левела тот же шаду демон. Ну да. Он вообще с одного удара умрет и так далее. Да и тому же инвокеру кстати будет очень невесело. Поэтому я бы хотел здесь видеть наверное даггер в исполнении темп ларки. Ну посмотрим. Будет ли это даггер. Так. В инвизе у нас тут. Тимбер. Ловят у нас шэдоу демона. Полетел чакрам. Пролетает тимбер. Здесь есть телепорт. Санстрайк. Санстрайк хороший конечно. Но убить никого не получится. Тут темп ларка. Клакверк прибежал. Проблемы огромные. Сейчас у тимбера. Тимбер пытался улететь. Отлично реагирует CNB. Казалось тут шэдоу демона бросать. Да и все. Но нету то было. Молодцы. Заманили отличный сейф. Да. От всей своей команды. На месте баннер сейчас. Ну такие одиночные вылазки они это самоубийственные. То есть единственное что нужно творить это дежуху с Ченом и Леоном. Потому что все остальное у нас слишком мобильно. И они понимают это. Идут пушить вверх. Идут пушить вверх понимая что клакверк у нас перетянулся и перетянулся он очень далеко. То есть сверху у нас фактически стоит один коттл. И тавар потихонечку падает. Но коттл пытается задувать. Но опять таки мы видим что по лесным крипам это все залетает. Кулдаун довольно большой. Да и еще там люминейтер по-моему только второго левела. Да. Пятый левел коттл. В три мы видим чакра мэджик. И иллюминейт в два. То есть коттлу дышит стоу левел. Ага. Вот так вот делает у нас твой любимый артефакт появляется. Я презираю абсолютно всех кто его собирает. Ну да ладно. Так любит делать Синг Синг на темпларке. И у него действительно на темпларке хорошо иногда получается. Когда он приобретает довольно быстрый Мидас. Ну а здесь мы видим что Мидасы появляются абсолютно синхронно у инвокера и у темпларки. Ну на инвокере Мидасы это еще куда не шло. А вот на темпларке я вот ну не знаю. Ну хотя по такой игре 64-24 отличный крипстат. Никто не мешает. Нетворс на 500 больше чем у инвокера. На почти 2000 больше чем у Наги. Ну стой себе и фарми. Почему бы и нет. Ну тут выход на низ. Нападает у нас на тимбер. Начинает бить колл снап. Очень больно врывается темпларка. Начинает нападать на шаду демона. Шаду демон бегает. Бежит шаду демон. Но не хватает Мидас. Атак спит. И она его под этим Мидасом убивает. А если бы не было Мидаса. В жизни бы не убило. Это понятно. Ну не мог там шаду демон себя спасти. Потому что потратил он дисрапшн на убийство тимбера. И в итоге Брикс заработал по сути фраг на халяву. Да. Уже 1100 голды у него. То есть недавно было там 1500. Он купил там Мидас. 1100 уже имеется. Все нормально. То есть. Вообще. Вообще знаешь как Мидас окупается. То есть когда ты покупаешь вот именно ты Мидас один в своей команде. То ты говоришь. Так мои рабы. Вы вчетвером уйдите что-то сделаете. А я один пойду пофармлю 10 минут. Потом всех убью. Да. Мне надо срочно его раз в 6 юзнуть. Вот тогда пообщаемся. И теперь у нас видно что Банер по такой же системе и действует. И выходит вниз. Очень четко сейчас зашел Чен. В смоке вместе с двумя Кентаврами. Тоже что ты говорил кстати в прошлой игре. Да. Когда Эмчандерс выбегал у нас с Кентаврами. Сейчас проблема будет у котла. Кентавров никто не видит. Вот теперь Кентавров видит. Котел понимает что наверное он приплыл. Здесь же Леон. Будет ли Хекс? Леон застопил сам себя. Но Хекс есть. Спасает. Спасает. Сейчас Шэдоу Демон. Есть проклятие. Ну вот тут бедный Котл. Что же они. За что же они его так. Что же им этот Гендальф то сделал. За то что он может съесть на ХГ. Следующие 40 минут. Я бы его прессовал. Он сейчас. А он действительно будет съесть на ХГ и будет говорить это вам за ту смерть пацаны. Помните. Вот так вот. Видя. Инбокер забирает Тауэр. Нага была рядом с ним. И у Наги на 11 минуте уже 1800 голды. При том что есть Аквила, Банка и Тапок. К 20 минуте это будет Радианс. И это при том что его прессовали и нонстоп. Да. При том что он в лесу стоял. То есть в 20 минуте это будет Радианс. К 23 минуте это будет Тревела Радианс. А потом это будет головная боль для команды Банер. Да. Потом можем уйти АФК на 20 минут. И через 20 минут вернуться. И посмотреть на триумфальную победу команды CNB и Спортс. Ну или хотя бы на какую-то драку. Да. Здесь у нас начинает у нас захватывать лес. Потому что ну Наги сиреней фармить давать нельзя. То есть все герои ЦНБ чувствительны к опыту. И врыв. Врыв на Шэдоу Демона. Врыху он врывает у нас Леон. Стан. Там здесь просто. И минус Курьер. Точнее в четверо. Ой кстати что было в Курице. Потеряли ли что-то. А в Курице было довольно много чего. В Курице был рецепт на Маджик Вон. Был в Джейн Стрэндж два Варда и две ветки. То есть довольно дорогая Курица. И Варды очень критично. В центре нападают на Мирану. Мирану убивает как вверх ракеты. То есть слишком далеко под Тавр здесь Патма залезла. И было за это наказано. Сравняли счет с CNB. И очень мало Вижена. Посмотри. Снизу ничего не видит у нас CNB. То есть сейчас можно спокойно заходить у нас Чен, Леон и движуху наводить. Да, нам кстати показывают статистику Наги в среднем. Поэтому за целый 2014 год. Что 255 крипов в среднем Нага за игру фармит. В среднем. Как-то аж не по себе. 255 в среднем. Ну это то есть сейчас если мы глянем. Добита отнята. То есть она убила 64. И минимум еще 200 крипов она точно убьет. Ну ей надо убить. То есть она может быть и не убьет. Но убить ее очень-очень даже надо этих самых. Еще 200. Да. Клакверк приобретает тем временем Меку. Есть у него Мека. Есть у него Аркантапки. Восьмой левел. Есть щиток. Есть Смоук. У Инвокера команды CNB. Сейчас появится Некра. Я думаю скорее всего будет Некрономикон. Не знаю какие тут еще могут быть варианты. Ну как еще вариант Фолстав. Потому что у нас все таки Тимпларка от нее надо убегать. Иначе она будет вас всех убивать. Врывается Тимпларка. Ну и в миде наверное ее здесь не отпустят. Пытается она как-то еще зацепить вместе с собой. Идайчен выхиливает. И Темпларка долго жила, но пришел Котл, задол на 400. Нага зарабатывает фраг. Очень важный фраг на Темпларке. Потому что у нее было 550 даже 600 голды. У нее было уже две запчасти. Инвокер минус Тимбер. Это где произошло? Снизу просто в соло инвокер забрал Тимбера. А нет не в соло извините. Тут был шедоу демон рядом. Да и вместе с ним они забрали. Два очень важных фрага. Так вот, темпларку забрали, она уже начинала выходить в БКБ, ей чуть-чуть осталось, она как раз купила бы рецепт, как раз бы курица появилась, а, курица у Синбы мертва, извините. И пока, вот пока у нас идет такая движуха, баннерф, она не играет слишком в защитную доту, то есть, что, ну, не совсем понятные их действия, у вас Чен, у вас Крипы, у вас Лиот, у вас агрессивные нюги, у вас темпларка, которая оверфарм, идите во вражеский лес и убивайте противников. Вместо этого у нас баннерф бегают и фармят свой лес, то есть, Чен купил Мекку и идет дальше фармить свой лес. Ну, типа, как бы, ты же понимаешь, что Мека это очень крутая штука, на ауру дает, теперь у него есть три кентавра. Нет, ну, я понимаю то, что вот, как бы, все это время у нас нага была без радианса, а вот когда она будет с радиансом, у нее вот уже 3 500, то потом будет, ну, к тавру подойти вообще нереально. Да, ну и понятное дело, что все линии начнут фармиться и так далее, неужели на Рошана зайдут? Да, баннерф заходит на Рошана, опять-таки, интересное решение от них, заскакивает на Рошана команда и что же здесь? Ну, не узнают, понятное дело, об этом бразильцы абсолютно никак. И быстро заберут? Да, и быстро забирают. В принципе, и как раз-таки у Темпларки, ну, БКБ еще не появится, что до БКБ надо еще немножечко пофармить, но в любом случае есть Рошан, есть Аэгис, и вот есть 6 минут до 21 с половиной минуты для того, чтобы этот самый Рошан, этот самый Аэгис как-то, как-то, не знаю, разменять на что-то. А, Тимбер покупает Даггер. Вот так вот. С Темпларкой было бы отлично, потому что если эти два героя врубаются в любого героя, то вы способны дать это настолько мощным буро, что вы способны убивать. Но пока для одного Тимбера это не очень хорошо. То есть он ворвется один, но последствий никакого. Люди либо убегут, либо там какой-нибудь цейд дадут, форстафнут и все. Ну, типа, да, и как бы если бы еще хоть у кого-то было бы, ну, как бы на сейв Даггер не подходит, да, ну, да, зачем еще нападать. А темпларки Даггера нет и не будет еще довольно долго, потому что надо сначала купить БКБ, или только потом уже выдумывать какой-то Даггер. Ну, я вряд ли думаю, что Даггер будет делать после БКБ. Темпларка, я думаю, что она будет что-то там придумывать другое. Некра 2 тем временем появляется, и у нас минус Тимбер. Ну, Даггер не помог. Просто-напросто опять его поймал Инвокер, на этот раз вместе с Клакверком, который Хукшотом влетел. Ну, и это седьмой фрак СиНБ, второй Тауэр не будет забирать. Вон, пошел второй Некрономикон с Алакрити на спиной. Стрикон рубит этот Некрономикон по 110 дэмэджа. И минус 102. Это уже третья вышка, которую они убили, потеряли. Кстати, в миде там у нас какая-то драка довольно интересная. Могла быть, но в итоге не получилось драки. Хотя, Клакверк, капнули его. Патма, стрела на развороте. Ну, и Клакверк, ай, ультанул еще. Здесь Леон зачем-то не рассчитал. Немножечко он количество хп, только Клакверка не добил. Все живые остаются и у Банер. Ставра остается целые, остаются все живые у СиНБ. Ну, и Нага рецепт уже купила, да? Или мне показалось? Ну, купила рецепт, идет секрет-шоп. Сейчас можно спокойно продать боттл, если захочет. Потому что, ну, за рунами, как мы видим, она редко бьет. Ну, да, или спокойно подойти и забрать. Ну, что, курица пока летит еще можно? СиНБ абузеры. То есть СиНБ сейчас абузит, наверное, самую легкую, самую простую стратегию, которую можно было бы рулить. Это, представьте себе, Нага и Котел. Вы защищаете свои товара, вы сидите под тавером, к вам под тавер зайти нельзя. И вы фармите иллюзии. Вы еще берете Клакверка и Шадо Демна, чтобы наверняка у вас была двойная защита против этого. И спокойно иллюзиями, форж-спиритами вы посылаете по всей карте и фармите. Да, тут СиНБ, конечно, при такой стратегии, еще и при такой игре, потому что показывают они довольно неплохую игру, а переиграть будет тяжеловато. Но по деньгам они только-только вышли вперед. Все, 700 голды они ведут, по XP они были впереди, в принципе, всю игру тоже преимущество небольшое. Так что игра у нас ровная. У нас попадается с тобой на первой линейке матчей, которые мы комментируем, самые ровные матчи, потому что там параллельно какие-то выносы. И при том, у нас следующий матч, который мы посмотрим на первом канале, здесь с вами это вообще будет супер игра. Врыв на Чена, Клакверк врывается, врывается в Тимбер, все втроем врываются в Кок, очень больно, но Клакверк в секунду умирает. Но это было четко, то есть когда втроем просто в эти Коги запрыгнули, это то, что надо. Так сейвить можно. И продолжается сплитпуш. Пока у нас Клакверк развлекает. Развлекает он трех-четырех героев, которые тп-шатся под Тауэр. Нага, Инвокер и вся остальная компания у нас спокойно по карте преимущество. Играет в доту. Да, то есть вот Аегис не реализовывается вообще никак. То есть бегает у нас Тимпларка, и она даже не может подойти к Тауэру. Бегает Иллюзия, посмотри, и у Тимпларки там часть хп быстро падает. И в результате единственное, что сейчас светит Банерф, это на ближайшей перспективе, это по кулдауну забирать Рошана и в шесть лотов вторить всех пацанов. Эмбер, ну... Ну да, это план такой неплохой, конечно. И Тимпларка, в принципе, и кэри неплохой такой, если надо, если с подмой вместе вдвоем будет рубить. И Тимбр в шесть лотов, в общем-то, рубить. Да, и Тимбр, да, такой опасный. И, кажется, там Леон тоже герой неплохой. Шесть лотов. Но Нага, Нага, Нага может иметь семь слотов, если что. Если надо, и восемь, если хватит кликов, чтобы раскликать абсолютно все это. Тайдин Тавр в миде напрягает сейчас Банер Спирит. Будет ли дефенс от бразильцев? Пока нету. Вот он Глиев. Залетает у нас Иллюминейт. Ну и, наверное, Тавр все-таки отдают здесь Сиэнби, что никого из них нету. Да, Тавр упал. И упал Тавр сверху. Да. Отличный размен, и Сиэнби заставляет бегать Банер. Банер бегает у нас медленно, в то время как у нас у Сиэнби бегают сумоны, бегают герои, телепортируют котел, и также у нас бегает Нага. И по итогу вся команда, как мы с тобой видим, пока вот бегает за сумонами. То есть это провал, когда происходит вот так в игре. Ну а вот Нага мы видим уже иллюзиями фармить здесь центральных крипов, что значит, что отпушится Т2 Тавр сам по себе, его крипы сейчас добивает, даже героев нету. Ну и что делать? Вот они, Тревела появились, 20 минут. Есть Тревела, есть Радианс. Неприятно. И вот Нага снизу Патму гоняет, Кэрри Патму, кстати, которая тоже имеет Мидуасы, у которой есть Фуизы. Да, но которая в Лейте нисколько не сильнее у нас Наги. Ну да, Наги в Лейте вообще как-то на эту Патму с высокой колокольни, скажем так. Так что тут такое. И на топе продолжает CNB сжимать. То есть снизу линию подпушила Нага и дальше продолжает пушить. Да, в центре линии у нас тоже подпушила Нага. И осталось только сверху у нас подпушить Наги. И CNB могут делать вывод. Нам показывают, что 30 раз были пикнуты в этом году инвокеры Нага вместе. И винрейт 50%. То есть не самый большой, но сейчас мы видим, что шансов, по-моему, все-таки у CNB побольше в этом матче. По деньгам 1000 голды, по XP они проигрывают у Банерс. Но это только начало. Врыв, врыв на котла. Кого хочет, у котел хочет убежать. Врывается у нас Мирана и котел загулял. Пытался он еще как-то уйти, да, слишком далеко забежал. Здесь котел, и, понятное дело, вчетвером его не отпустили. Он тут же телепорт, я думал, на топ. Но телепорт, кажется, не на топ. И вот только сейчас тут летит сюда DeFi Tower. И Tower котится, а снизу у нас выход. Бегает у нас Нага, бегает инвокер. И сейчас нужны... Слеп. У Патмы есть Мана на Лип, в принципе. Если его попытаются убить до Липа... Ну, а как это сделать? Так, так, Лип, больно. Тут же Лион прибежал. Проблемы дальше у Патмы. Выхиливает Чен. Ну и все. Спасли все-таки Патмы. Вся команда сюда перетянулась. Но в то же время Клакверк в миде валит Tower. Там стрела летит в Клакверку. Прямо в топ-блок. Клакверк поставил Коги. Стоит в стане. Здесь же Чен. Ну и это какая-то глупейшая смерть сейчас произошла. Ну хотя инвокер Т3 сносит, лол. Инвокер. Вот-вот пошли вот эти вот... Миньоны инвокера. И у Т3 Тавра осталось 500 хп. Ну и вот начинается вот сплит пуш. Всеми нами любимый, да? Да, да, да. Начинаются игры с Нагой Сирены. То есть чувствую у нас будет веселый отбор на этом интернешнл. Ну вообще ты знаешь, да? Вот как турниры получаются. Вот на турнире кто-то один возьмет, получится и пошла-поехала. Все это давай обузить. А потом кто-то еще что-то возьмет. А давай еще это попробуем. Так, у Наги, кстати, двушка уже. Я уже мышку с нее, в принципе, убираю все реже и реже. Что здесь Нага самая интересная. Шеду Демона я вообще в игре не помню, когда я в сей раз видел. Где-то он там был какое-то время, потом сплыл. Ну что-то Демон у нас такое на серии. Он понимает, что пока у нас Нага и Инвокер пушат все иллюзии вот своими миньонами, то он для них особо не нужен, потому что эти герои, они всегда спокойно уйдут. И поэтому он прикрывает Клакверка, Клакверк, который, с которым он постоянно тусит сверху. То есть вот Клакверк идет с ним наверх. И они понимают, что он либо его спасет, либо они кого-то заберут. То есть они такие, знаешь, разделились. Ну а котел бегает у нас и Space Create для своей команды обеспечивает. У него Аганим появится буквально через 600 голды у этого котла. И я думаю, это будут довольно серьезные такие неприятности. Это будут просто огромные неприятности, потому что сплитпушить сейчас можно бесконечно. Вот этот герой, он вернулся, у нас возвращается в доту. И не все его, как бы, ну понимают, что вот он на самом деле очень сильный. Потому что помимо его того, что он заливает ману, кидает нюк, у него лайтовая билка слишком сильная. Это 100% мисов для всей команды. Да, это невероятно сильная. И как бы в драке висит блайнд несколько секунд. Это очень важно. Так, на топе сейчас будет драка. Полетел Чакрам. Будет ли цеплять Клакверка? Да, Клакверка цепанули. Как его больно тут-то под паттесом разорвало. Да. Снизу убивает нога Тавар. Подходит Тавар, Тавар падает. Разменили Клакверка на Тавар. Есть сон. Мы жмем сон. Еще можно поубивать. Вот решает просто уйти, а не вы. Котл просто тпшит. Иллюзии оставит еще. Иллюзии, чтобы развлекали. Котл увелся. Можно бить ранжовый барак, например, иллюзиями. Но, увы, у нас иллюзии бегут не туда. Ну, иллюзии он опять-таки растягивает. Как-то пытается по карте. Или может куда-то, не знаю. Просто разкликнул. Что у нее, кстати, по деньгам? Ага, у нее появилась Яша. И 2000 уже после Яши есть. То есть Монтастайл вот-вот появится. А там у Темпларки появляется сейчас Дезолятор. Глянь, глянь на БКБ Ланая, Темплар Ассасин, который она собрала 10 минут назад. То есть Ланая его даже ни разу не заюзывала. А зачем? А где? Ну, потому что здесь разводят. Так как ты говорил перед началом трансляции, что у нас американцы очень... Ой, напали, кстати, на Ланая. Ну, вот оно БКБ. Вот, я согласен. Да, теперь окупается. Теперь начинаю его использовать. Но когда ты его используешь таким образом, то потом он уже... Ну, его можно будет выкинуть. Да, это не самое рациональное использование. Это, я бы даже сказал, самое нерациональное использование этого чудесного артефакта. Ну и 25 минут игры уже за нами прошло. И интересная дотка. Темпларка наставила ловушки. Видит она всю карту. То есть видит она, где бегает у нас СНБ. И СНБ это прекрасно понимает. Просто двигаются по лайнам. Пушат они один, второй, третий лайн, зажимая баннер по карте. И при этом они прекрасно видят, где находятся сами баннер. В итоге пока у нас идет фарм. Замечательный для всех команд. Ну, вообще да. Вот опять-таки сейчас на Темпларку просто пытается наброситься инвокер. Форста все делает подальше и все. Суть в том, что СНБ сейчас будет заниматься исключительно сплитпушем. То есть на топе сейчас с инвокером должно быть еще два героя. Все, Котл уже в постоянной форме. У него еще даже нету 11-го левела, но форма у него уже постоянная есть. То есть мы понимаем, что это Блайнд Лайт, который... Пять секунд. Да, пять секунд. Ну, это на 16-м левеле, да. Сейчас три, но все равно. Пять секунд в драке Темпларка будет с Мисами. На 60-й минуте, когда будет 6 лотов, ты представь, насколько сильный потенциал у этого героя. Да. Плюс, учитывая, что он хилит на 375 всех своих своим иллюминейтом каждых несколько секунд. Да. И пока вот наши отборы только начались, я обращаюсь к Срогу и скажу, пожалуйста, убери это обратно. Чтобы он не хилил? Нет, чтобы он не был в форме нон-стоп, потому что нельзя быть таким героем в дате. С ним можно играть вечно в спидпуш. Но вот мне кажется, что действительно после квалификации опять-таки в балансе будут какие-то изменения. Стрела пытался, пытался здесь попасть стрелой, собственно, в Клакверка. У нас товарищ Рейли, который играет на Патме, залетел в Крипа, прям под Клакверка. Но не получилось. Успокоилась немного игра. Деньги. 2200 ведут CNB, а по XP 10 тысяч XP ведут Баннер Спирит. И есть ответ. Это Сумоны и Некробук. То есть он как раз вот все это позволяет им наращивать преимущество по опыту. Но, как мы с тобой знаем, врывается у нас на Тимпларку, врывается сверху, подходит у нас Нага. Тимпларка стоит мед, нажимает БКБ, но очень больно, очень больно ей. В ответ и сетка. Сетка контрит. Ну вот так вот. Тимпларка не помогает и 9-секундное БКБ. БКБ уже 8-секундное. Нага в итоге с Монтостайлом. Тимбер у нас с Блинком, кучей полезным, которые он, по-моему, не разом. Не-не-не, они когда убивали Клокверка разочек, он там прыгнул и прям у него все получилось. Да, и у Тимбера мы видим Госкептер Блинк, 13-й левел, то есть у Тимбера... Так себе, начало по Нейтворцу у Наги 600, 16 тысяч и 14 тысяч у Инвокера, 13 у Темпларки, 11 тысяч к 6 минус Инвокер у нас в миде. Далеко загулял, там Патма попала стрелой, в итоге Инвокера убили, но вот на топе забрала Нага за это время вышечку. Нужен гем. Да. Срочно нужен гем, чтобы убивать все эти трапы, потому что сейчас по нерв, несмотря на то, что у нас СНБ лидирует по карте, они просто бегают вот по всем этим товарищам. Кстати, да, котел купил у нас гем, и теперь они будут убирать вижен. Когда у тебя убран весь вижен, и ты вообще не можешь выйти с базы, потому что противник может находиться где угодно, то все карты в руках СНБ, то есть играть против такого нереально сложно по игре. Ну и Патма, Патма-то как нас стреливают, вы посмотрите, с мжолдером, но тут, но тут лейдмейл, теперь проблема у Патмы, липа нет, хотя есть выстрел, и еще, отлично игра от Патмы, котел пришел слишком близко, сетка тут же по котлу, котел дает блондинг лайт, прячет двоих, там с лип от Наги, будет ли драка, котел делает просто тп-аут отсюда, и тп-аут у него получится сделать, аут Нагу, я думал, попытается поймать, но вот мы увидели, как Патма-то больно бьет. Врывается, врывается у нас за Нагой, начинает Леон, но его никто не поддерживает, Нага на 462 муспита спокойно уходит. Да, тут Нагу тоже довольно тяжеловато поймать, там 2700 уже денег. А инвокер дальше продолжает делать свое дело, начинает пилить товар по топу. Да, и по чуть-чуть, по чуть-чуть, он его все-таки рано или поздно запилит, здесь мы видим на Рошана, забежали Банер, СНБ, все это дело палят, пока здесь, ух, хорошо, закрыл Чена своими иллюзиями, тп-аут, вынужден делать Чен, ух, как больно, да ладно, умирает Чен, уже на базе, дотикывает яд, что-то у демона, да как, так-то получилось, Чена забрали, здесь на ровном месте, и пошла драка, Рошан падает, все-таки забирает Аэгис, у нас Темпларка, там Блайндинг Лайт, и уходит отсюда просто Тимбер, уходит Темпларка, все сделали блинкаут, но потеряли, а нет, Темпларка не уходит. Темпларка, скорее всего, тут погибнет. И, да, догорает Темпларка, второй раз. Нету рефракшена, есть БКБ, но нет ТП, и сейчас ее ждет Казнь, Казнь прямо на месте, врывается. Хотя, хотя, ты смотри, ну вот сетка залетела только сейчас, Темпларка погибает, ой, хорошо, как прыгает Флакверк, цепляет Леона, и тут же огромные траблы у Тимбера, Бласт залетает, ему трипл килл, делает инвокер, и Банерс сейчас просто, вот, пошел, пошли забирать этого Рошана и развалились. Все, и команда минус 4, минус Aegis, то есть, по сути, это 5 фрагов. Никого за все это время не потеряли ребята из CNB, сейчас они на топ заходят, Стрелап залетает в иллюзию, не суть важна, Глиф, конечно, есть. Ну и, по-моему, вот это была сейчас решающая ошибка, Банер, Спирит, команды. Ну что, я не знаю, как им сейчас будет отдефить, даже, я думаю, две стороны, потому что на мид должны будут сразу CNB пойти. Шанс только замоить на фонтан, другого варианта нет. Ну вот почему-то они как-то стесняются. Очень стесняются и очень боятся, это американская дота, то есть тут по-другому не скажешь. Начинает у нас выходить, подходит Леон и бежать всей команде. Да, все бежать, Леон вышел. Смотри. А чего они боятся? Лежать, там все есть, лежать, слип. Ну вот он, слип. А чего же вы боялись-то? Коттл задует, вас всех сейчас похилит, Плокер сейчас, если прыгнет хуком, убьет всех. Ну вот и все. Это же просто. Ну, санстрайк от инвокера еще. Да, ворвался сюда, кстати, довольно неплохо. Ворвался Тимбер, кстати, минус три уже сделали. Тут же Патпа продолжает нарезать. Проблемы огромные, инвокеры тоже могут его убить. И инвокер у нас тоже, скорее всего, сейчас погибнет. Да, это минус инвокер. И неужели Бараки стоят? Да, Бараки по-прежнему стоят, но минус четыре сделали Баннер Спирит. Может, все-таки правильно они... Ну, короче, если бы они вот это не ломались, как не знать кто, да, а просто взяли бы и быстро убили Бараки, все было бы хорошо. Они потратили два часа времени тем, что они туда-сюда рыпались и ничего не сделали. К нам тут пришел Иван. У тебя есть какие-то новые результаты? Да, ну ты нам, может быть, расскажешь как-то. Как-то расскажет. Между матчем. Я думаю, нам тут недолго осталось, если честно. Скорее всего, недолго осталось. Но в любом случае, мы после этого матча, мы уже вам покажем турнирную таблицу. Я надеюсь, там результаты первых матчей покажем. Да и просто, как поменялась у нас турнира таблица за первых два тура игровых. Туров игровых будет много. Я даже не помню, сколько их сегодня будет. Ну, по-моему, по-моему, то ли шесть, то ли даже семь туров сегодня мы с вами посмотрим. То есть на каждой карте. Ну, по шесть матчей минимум на каждом стриме вы точно увидите. Напомню еще раз, чтобы вы юзали multitwitch.tv и смотрели параллельно также каналы Starluder 2, Starluder 3, 4 и вот один, собственно. Можете еще смотреть Starluder 5, там ничего не стримится, но вы зайдите, с вами будет приятно. На топе иллюзии Наги делают то, что должны делать. Иллюзии Наги с рейнджевым бараком. Софт-трайк. Чудесный флаг просто. Вомба-комба. Это суперкомба, это тактика бесконтактной войны просто. То есть, ну, героев даже, даже, даже близко. Нет, Дарьер Курь, ну и Курьера еще Дарьер потеряли. Нападает на котла, пятисекундочка. Бежит на Смирана, бежит за котлом, но котел в форме, госткиптор и убегает. Нет Леона, у нас Синби сразу осмелили. Решили они пойти дальше и все-таки добить этот барак. 51 хп. Того, кто контрит Наги, Леона у нас уже больше нет. То есть, не способен он давать эти иллюзии всем, чем надо. За за полсекунды, да. Да, и блестящий контроль у нас от Наги. Войди на базу, дай ты один удар бараку, и он умрет. Но нет, я побью Мирану. Не, ну, ты видишь, он развлекает абсолютно все линии. То есть, они, наверное, забили на тот топ, потому что, ну, и так понятно, что этот топ сейчас снесется и начинается, сейчас у нас как раз стадия сплитпуша. Вот иллюзии Наги заходят снизу. Пытаются тут нонсовать. Ну, вот, кстати, убивает их довольно быстро. Так же Тимбер. Ей не хватает главного артефакта. Это Тараски. Да, который все еще в процессе. Вот уже есть деньги на Тараску. Просто не покупает, потому что хочет, наверное, байбэк какой-то, или я не знаю что, или просто хочет дать шанс еще команде. Ноу Эр Спирит. Ну, 5000 денег они ведут, и 10 тысяч хп они проигрывают. У Баннер Спирит. Это нестандартная игра. Команда ведет полмача 10 тысяч хп, а шансов нет. Это Нага Сирена. Единственный вот ее минус, да, что когда она пушит вселение, то падают крипы, но хп за них не получаешь. В итоге, вот, ну, какой-никакой Баннер плюс у нас. Имеют, да, для статистики. У нас будет выше Экспириенс Пермин. Все нормально. Да, на базе зажались Баннер Спирит, и я не знаю, смогут ли они вообще отсюда вылезти с этой базы. Ну, смотри, 6 слотов, если все заберут у нас 6 слотов, да, Тим Пларка, Мирана и все остальное, то вот тогда уже выход вполне возможно. У тебя же в первой игре был план, так, если этот Тускар соберет 6 слотов, то все будет нормально. Я беру как? Тускар 6 левел, мы сначала возьмем, потом про 6 слотов поговорим. Я беру, ну, то есть реальность, то что с базы они реально не выйдут еще в ближайшие минут 20 точно. То есть вот Нага, Инвокер, Клакверк, Ракеты, Котлы, Вейвы, ну, нереально выйти. И раз то, что ты с базы не выйдешь, ну, ты будешь стоять и фармить. И тогда уже слоты твои потихоньку, ну, к тебе сами-то заходят. А уже потом, когда у вас тревел-буцы, рапиры, хексы, блинкдаггеры, то ты выходишь, любого хекса, он минус сразу. Вот это план, я понимаю. Ну, вот, пока работает, посмотри, 3 героя. Пока да, пока живы. Пока еще трон не упал, все нормально. Да, единственный минус, вот когда у нас Нага купит баттерфляя, потому что когда она купит баттерфляя, эти иллюзии реально будут в один на один уже героев убивать из-за миссов. Тогда же слота уже не поможет. Вот смотри, и тут иллюзия, и тут иллюзия, и нужно нанести удар по этому бараку. Давай. Так. Блочит, блочит у нас Тимпларка, но, увы, не заблочила, и барак падает. Хорош, еще и Тимпларки мы видим тут пол-хп смесли. Даже больше, чем пол-хп. Ты смотри, просто... Это иллюзия, вот, прошу заметить. Да, это были две иллюзии. Еще хорошо, что санстрайка не было. Слушай, а Коттл в воевом иллюзии хилит? Ну, это я не знаю, но, возможно, кто его знает, слушай. Слушай, мне вот реально, просто если Коттл этим своим воевом в ульте еще хилит иллюзии, ну, это же вообще полный трэш получается. Врыв Клакверка. Врывается у нас на Мирану. Очень больно Мирану. Мирану пока мансует, стоит на месте, но умирает. Врывается Тимбр. Отличный проказ. Один в один. Вот Тимбр своими врывами пока как-то исправляет ситуацию, но вот барак снизу все равно будет падать, потому что здесь стоят миньоны инвокера, и сам инвокер, и мы видим, барак просто падает, а на топе то же самое делает Нага. И вот он, вот оно чудо сплитпуша, когда ты не знаешь, где тебе драться, а падает у тебя в итоге две стороны. Падает барак здесь, на топе иллюзии Наги продолжают вместе с Нагой добивать еще один барак, ну и снизу инвокер сейчас вернется и донесет миличный барак также и на нижней линии. Леон Контрит, Контрит одну иллюзию, Контрит вторую. Красавчик! Браво! Это просто круто, но полторы стороны уже нету, и что тут поделать-то? Собирать хекс, тогда ты сможешь убирать три иллюзии. С легкостью. Забирает у нас сверху барак, барак у нас падает, иллюзии дальше продолжают развлекать Банерс, и у Банерс печальная ситуация. То есть сейчас, поскольку с базы они выйти не могут, то нужны какие-то серьезные решения. То есть есть у нас, очень скоро будет Рошан, и как правило обычно в этот момент команда ударяется в Ол-Ин, делает пару смоков, и нужно кого-то найти и убить. Но обычно они находят Нагу, и Нага убивает там троих, и ребят пишут ГГ. Опять-таки мы напомним вам, что на квалификациях на интернешнл нет какого-то там правила таймрейтинга или чего-то такого. То есть этого нету. На это можно не обращать внимания. В миде у нас на Ланаю напали, ну тут Клакверк отличные Коги, и все равно, нет, ты смотри, Чен спасает Ланаю. Так что я, ну к чему я веду, что нет таймрейтинга, что тут можно в принципе там, если ты видишь, что уже ГГ, то можно писать ГГ. Тянуть смысла нет. Ну в данном ситуации возможно, мы будем оптимистами для Банэрс, они все еще замикрят. Патма бьет больно в принципе, появится там Дайдалус может быть какой-то. Или МКБшечка, чтобы бабочку пробивать. Ну да, да, кстати, там бабочка-то появится довольно скоро. Уже куда-то деньги пропали, я сейчас смотрю в курицу. Диффуза. А, диффуза. Необычный выбор он делает, потому что в данной ситуации ты, ну, особо не сражаешься, диффузе тебе некого. И вот тут уже просто, ну, бери иллюзии, которые будут бить больнее Бараки. Но у нас Нага сыграла агрессора и решила кого-то убивать. То есть... Ну, выжигать ману тоже полезно. Ты как вот, ультра-гангующая у нас подруга. Так, смотри, поймали тем временем у нас инвокера. Хорошо, на Рошане минус инвокер. Ой, Клакверк, Клакверк, извините. Клакверк. Первый смокганг удался. Да. Еще парочку. И будет нормально. Но только Нага вот Бараки несет, это плохо. Ну, что ты ей сделаешь, смотри. Бьют тебе иллюзии. Они уже героев убивают. Да. Ну и что, на Рошана все-таки зайдут здесь, CNB, да, заходят CNB. Тава приобрел себе на инвокере Аганим, кстати, у него Аганим Трвела. Тут, 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 тут чем убегает от иллюзии, прошу заметить, смотри, куда он убегает. Он убегает от нее просто на фонтан, то есть он бежал все это время. Не, ну так намного проще, чем вот это драться с ней. Катишь ее как мега-крипа, знаешь, куда-то под фонтан. А там фонтан уже разберется и так далее. Как Рошана. Ну и тем временем Рошан у нас падает. Забирает у нас CNB очередного Рошана и теперь вот как сражаться с этой Нагой непонятно. То есть у нее есть... Нага сыр выложила, а я где взяла, сыр оставила. Ну вот, вот сейчас, да, сейчас, наверное, CNB пойдут заканчивать. По миду просто. Клакверка еще дождутся. Может и без клакверка. Потому что я пока не совсем понимаю, как здесь Нагу эту убивать. Подожди, где ее диффуза? Она выложила их куда-то. В курицу что ли? Да, они тупо в курице летают. Да, Аквила дороже в данной ситуации, конечно же. Ну это однозначно. Колечко святое, обручальное. Я вообще не знаю, как ты в этом можешь сомневаться. Конечно же Аквила. Это ж стартовый практически айтем. Я ж с него начал свою карьеру фармилы. Я ж к нему привык. Да, да. Так, Патмо, в миде ловят и поехала комбо-вомбо от инвокера. Вот он. Вот он, Аганим. Отлично, инвокер. Здесь показал, что он умеет нажимать много клавиш одновременно. Ну и вот он. Непростые бразильские топарни оказались, а? Хорошо-то играют. Как ни крути. Ну, Нага-Нага, да, но инвокер играет классно. Там слип-наги. Так, подмадала инвиз. Тут тем временем добили нижнюю линию и уйти. Ну, можно уйти, а можно мид. Можно продолжить просто драться, если кого-то цепанут. Пока там некрономиконы повоевали. Ну что, будет у нас драка? Ну вот она, пошла драка. Котланд задувает, выхиливает своих, там ультимейт залетает. Пока Эгги сбили. Что дальше? Пытается уйти Ланай, Ланай не уходит. Инвокер забрал этот фраг. Клокер тоже ворвался, поставил Коги. Тимберсоу в сетке. Тимбера еще и тут оттолкнули. Тимбер пытается уйти. Ну и, наверное, тут уже хотят. И смотри, как дерутся-то. Банерсоу. Миллион байбеков, вся команда жива, начинают они катить нагу. У наги кулдаун у нас на иллюзии и это шанс. Шанс, но у нас Синбет ходит. Шанс немножечко им не хватило и со счетом 19-16 у нас Синбе выиграли, то есть фрагов у нас было немного. Но вторая победа Синбе на квалификациях и ну стоит, наверное, поздравить болельщиков бразильской доты.